Привет, Кавер Проджект! Меня зовут Серж Махов, я архитектор-дизайнер. Сегодня я вам хочу показать мой новый объект. Это двухэтажная квартира в историческом центре Москвы в районе Хамовников. Это сталинский дом 1946 года постройки. В 2000-х годах его ждала большая реконструкция, в связи с чем появились квартиры на чердаке. Конфигурация нашей квартиры обусловлена тем, что на месте кухни-гостиной раньше был чердак. Где в кухне-гостиной мы видим три проема и подиум с двумя лесенками. Изначально это была наружная стена дома с окнами. Существующие минусы квартиры я постарался визуальными способами превратить в плюсы. Тем самым у нас появилась интересная система подиума в квартире. Разные полы. Тем самым у нас появилась зональность пространства, что тоже является плюсом. Эту квартиру мы выбирали вместе с клиентами, что является достаточно грамотным подходом. Это было абсолютно светлое пространство с достаточно старым ремонтом, свайбом 2000-х годов. Но пространство нас поразило сразу своим светом и необычными формами. Общая площадь квартиры без учета уличной террасы 220 квадратных метров. Сразу мы попадаем в холл, в котором у нас расположен небольшой шкаф для уличной одежды, консоли пуфик, чтобы положить мелочи и переобуться. Также на первом этаже у нас есть постирочная комната, гардеробная комната. Ключевой особенностью этой квартиры является спортзал, в котором был обязательным условием для моей заказчицы, которая ведет активный образ жизни и занимается спортом. Поэтому в спортзале расположен реформер для занятий пилатесом. На первом этаже также расположен гостевой санузел, но в котором мы расположили ванную. Потому что на втором этаже обязательным условием заказчиков было наличие душа. Но расположить там и ванную, и душ не удалось, а от ванной отказываться не хотелось. Поэтому мы расположили ванную на первом этаже в гостевом санузле. Из всех помещений можно попасть в сердце этой квартиры, большую кухню-гостиную, в которой есть камин. На втором этаже я расположил три спальни и санузел с душевой. Интересной особенностью этой планировки является комната дочери заказчиков, где за счет небольшого выгроза удалось расположить зону для учебы. Тем самым пространство комнаты разбито на функциональные зоны. В другой спальне расположен небольшой письменный стол. Рядом с ним расположена стойка для проигрывателя, так как мой заказчик очень любит слушать виниловые пластинки. Особенностью этой квартиры выступает терраса на крыше, в которую можно попасть достаточно необычным способом, используя для этого окно в мастер-спальне. Мы сознательно отказались от решения каких-то монолитных ступеней, так как терраса все равно используется только в летнее время года, и все остальное время эти ступени были бы достаточно лишними. Поэтому мы просто используем стремянку. Интересно то, что это не первый мой проект с этими клиентами. Изначально у них были достаточно разные квартиры в достаточно разной стилистике. Поигравшись с серьезной классикой и с яркими цветовыми решениями, в этой квартире они хотели получить наиболее спокойное обволакивающее пространство. Чтобы пространство кухни-гостиной было наиболее объединенным, сам кухонный гарнитур я сделал максимально близким под цвет стен, чтобы он достаточно сливался с пространством. При этом, следуя тому, что в квартире есть некие черные графичные элементы, также мне нужно было бы поддержать каминное стекло и зону ТВ, я использовал витрины, где заказчицы любят собирать красивую посуду. Кухонную столешницу и фартук мы изготовили из материала дектон. Это абсолютно неубиваемая вещь. При этом он выглядит максимально ровно и гладко, и подобран к цвету фасадом, чтобы также не было никакого визуального шума. Также интересной особенностью этой кухни является то, что остров я расположил как некую доминанту, сделав его из нержавеющей стали. Тем самым у него появилась такая несколько современная стилистика, но при этом за счет того, что он красиво отражает все вокруг себя и преломляет пространство, выглядит таким неким арт-объектом. На контрасте с холодным металлом очень хорошо работает теплое дерево. В этой квартире я использовал паркет. Это французская елка очень крупного формата. Ей под углом 60 градусов, а не 45, как мы привыкли видеть обычно. При этом сама тонировка – это просто дуб, покрытый маслом, что является наиболее живой текстурой. Также из дуба в квартире выполнены подиумы и лестницы. Так как лестница является некой доминантой этого интерьера и встречает нас сразу, хотелось сделать ее максимально интересной, но при этом не тяжеловесной, за счет чего я использовал ступени без подступенков и сделал ограждение из прозрачного стекла. Мы с заказчиками просто обожаем натуральный мрамор, поэтому с радостью я его использовал и в отделке этой квартиры. Мрамор у меня использован для подоконников, для участка холла, для участка у кухни. И также из этого же мраморного плясандра отделана стена рядом с камином. Стена рядом с камином объединила в себе, так скажем, не совсем сочетаемые вещи. За счет того, что обязательно над камином должен был появиться телевизор, и телевизор у нас всегда является неким большим черным пятном, поэтому я решил его обыграть. Зону камина я делал черным стеклом, где очень красиво отражается свет от камина. Ребристые панели около камина выполнены из гипса, и они очень интересно сочетаются с рифленым стеклом, которым я отделил зону спортзала. Рифленое стекло – очень интересный элемент интерьера за счет того, что за ним не видно, что происходит, но при этом оно дает красивый рисунок игры света и тени. За счет чего является прекрасной альтернативой матовому стеклу, которое все выбирали несколько лет назад. Так как в квартире много отделки из мрамора, санузлы мы тоже решили сделать из мрамора. Но там я уже использовал мраморную плитку в фабрике Сальватори. Чем она интересна? Потому что там также сделана рифленая текстура. На первом этаже я сделал ребристый рисунок, которые вторят моим 3D-панелям рифленому стеклу около спортзала. На втором же этаже я использовал в спальнях мягкие 3D-панели из гипса. Тем самым в санузле у меня появились волнистые панели из мрамора Сальватори. Среди ключевых предметов мебели, которые я могу выделить в этом интерьере, является диван фабрики Палтрона Фрау, который расположен в гостиной. Он достаточно интересно подходит этому интерьеру за счет того, что кожаные детали образуют четкий геометричный каркас, при этом все мягкие детали обтянуты тканью бакулея и придают интерьеру мягкость. Другой интересной деталью является консоль фабрики Каталан Италия, которая стоит в коридоре при входе. Она достаточно интересна для этого проекта тем, что столешницы у нее выполнены из массива американского ореха, а ножки выполнены из бетона и образуют некие красивые природные формы, что тоже подчеркивало эстетику этой квартиры. Одну спальню я сделал более женственной, и там использована кровать фабрики Бакстер. Она максимально мягкая, несколько раз хлябанная, тем самым создается такое мягкое пространство. Мягкие формы этой кровати я поддержал красивым панно Хеллен Лум, выполненный из шерсти мериносов, которое я расположил над исколовьем кровати. Во второй же спальне я использовал более четкую модель. Это кровать фабрики Палтрона Фрау, которая обтянута кожей, и изголовье частично декорировано букле. При этом эта кровать является достаточно строгой, и в этой спальне более строгий дизайн, чем в другой. Многие предметы декора мы покупали еще на тот момент, когда только работали над проектом, и даже не начиналась стройка. Тем самым в квартире появились интересные винтажные подсвечники, красивая ваза. Также мы достаточно много закупили предметов из Zara Home, что оказалось в плюс, потому что, когда стройка подходила к концу, этот магазин уже перестал работать в России. В связи с текущей ситуацией и некоторыми проблемами с поставками, какие-то вещи мы буквально тащили на себе. Я прилетел из Дубая с четырьмя чемоданами, которые были набиты постельным бельем и одеялами, а заказчица же из Дубая везла в чемоданах ковры и стремянки. В определенный момент в квартиру хотелось добавить немножко перчика. Тем самым у нас появились интересные тигры в фабрике Pardos Consilio, которые я увидел на дубайской выставке дизайна, и тут же отправил моей заказчице, которая просто была в них влюблена. Так как эти тигры стали завершающим штрихом, чтобы поддержать эту тему, в галерее Art Brood мы купили две работы, которые разместили в спортзале, на которых также изображены дикие кошки пантера и леопард. Тем самым удалось поставить яркую финальную точку в достаточно сдержанной цветовой гамме этой квартиры. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok